Девушки отдыхают Мне вообще нравятся такие произведения из категории «Одень день из жизни», из жизни главного героя. Обычно этот день становится таким неким мерилом всей его жизни и всей судьбы. И здесь достаточно второстепенных героев, достаточно обстоятельств, достаточно деталей, чтобы узнать вообще, чем живет и как живет главный герой. Мне кажется, даже если бы автор написал более развернутое произведение, повесть, роман об этом герое, то это было бы уже лишнее. Кто такой Алеша Бесконвойный? Это деревенский житель, один из характерных чудиков Василия Шукшина, у которых их вообще много, много этих чудиков. Почти в каждом рассказе есть такой чудик. Сельский житель, оригинальный какой-то, говоря современным языком, может быть, креативный. Вот Алеша Бесконвойный – это чудик-мыслитель. Он размышляет о своей жизни. Это, конечно, очень странно для сельского жителя, потому что это произведение 60-х годов, и в послевоенное время очень часто в силу каких-то обстоятельств люди не получали должного образования. И хотя в рассказе не говорится, есть ли у Алеши образование, ну, как-то понятно, что вроде бы и нет. Он пастух, он работает на ферме. Такая вот обычная жизнь, совершенная рутина. Он знает, что будет завтра. Один день похож на другой. И вот среди этой рутины Алеша находит себе радость. И он эту радость ждет. Он сам себе придумал этот праздник. В этот день он топит баню. И казалось бы, что в этом такого, что в этом праздничного и фееричного. Но в этот день он топит только баню. Он больше ничем не занимается. И вспоминает в этот день всю свою жизнь. Ну, может быть, не всю, не детально, но какие-то основные вехи. И от них уже отталкивается, рассуждает о смысле жизни. Для меня вообще это очень важно. Потому что я сама иногда задумаюсь, в чем же смысл жизни. Так вот, Алеша этот смысл нашел. А конфликт в этом произведении, ну, как обычно, без конфликта не бывает. Конфликт в том, что Алеша входит в конфликт с сельскими жителями, с своей семьей. Потому что как так? Так, ты живешь, работаешь в деревне, где каждый день есть дела. И тут ты на целый день бросаешь всех и вся и топишь в баню. Причем он никому не доверяет подойти к этой бане. Не помыть там пол, не принести воды, не затопить, не дай Боже, не затопить. Потому что у него своя наука, как топить баню. Какие дрова туда идут, как их нужно положить. И когда начинают разгораться дрова в этой каменке, он еще долго сидит и смотрит на огонь. И размышляет, опять же, о смысле жизни, о человеческой судьбе. Нужно в своей жизни искать не то, чтобы смысл, но придавать ей смысл. Найти тихую, может быть, радость. Может быть, вот лично для себя. Может быть, в каждодневной прогулке домой. Может быть, в том, что ты сидишь и смотришь на ребенка, как он делает уроки. Это тихая радость, это счастье. Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все, больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз. По пять часов парился. С отдыхом, конечно, с перекуром, но все равно. Это же какой надо иметь организм? Конский? В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лесом светлел. Василий Шукшин, Алеша Бесконгольный. Рекомендую. 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 Продолжение следует...